Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Сегодня у нас встреча с очень интересным человеком Алекс из Новой Зеландии. Школа Здорового Смысла смотрит и в этой далекой от нас по расстоянию, скажем так, но видимо не духовной стране. И вот у нас возникла такая возможность с Алексом сегодня связаться. Алекс, добрый вечер. Мы рады вас видеть. Добрый вечер. Это я и Владимир Викторович Просаков. Ну и Александр Абрагимов. Для тех, кто не знает, вдруг нас в Новой Зеландии еще кто-нибудь посмотрит и не знает. Это Школа Здорового Смысла. Я уверен, вас там смотрят, не только я смотрю. Понятно. Алекс, а если не секрет, как занесло-то так далеко в Новой Зеландию? Когда вы туда уехали? Четыре с половиной года назад я уехал. Я изначально хотел улететь в Австралию, там я был несколько раз. Климат, природа, ну все вообще мне очень понравилось. Я пытался уехать, потом так получилось, что я оказался в Новой Зеландии, учился там, работал. Да, тоже очень красивая страна, шикарная такая, сказочная. Ну, наверное, все видели в «Властелин колец», вот эти фильмы «Хоббит», «Аватар», все это там снималось. Красотень, да. Вот. Спасибо вам, спасибо за вашу деятельность, такую интересную, просветительскую. В наше время это очень нужно, это очень ценно. Вот. Потому что многие люди, когда сейчас в панике, в какой-то депрессии или в стрессе, или еще как-нибудь, они там ищут какую-то такую соломинку каких-то адекватных людей, здравомыслящих, осознанных, там, ухватиться, послушать, успокоиться. Я думаю, вы вот одна из таких соломинок в мире сейчас и вот на русскоязычном таком пространстве. Вот. Я быстро рассказываю, потому что я не знаю, насколько у меня сейчас интернет, вообще хватит, не хватит. Я что хотел сказать, то есть у меня, почему я захотел вот с вами связаться и что-то, какую-то сделать такую конференцию, видеоконференцию, вот. Просто у меня были мысли, и я смотрел тоже каких-то вот людей, умных, здравомыслящих, которые увещают, которые очень модные сейчас в интернете, и все как бы говорят, вот такое заклинание такое, образ будущего, образ будущего, знаете, как в этом, в Маугле там, где всякое было там, что-то, какие-то там звери шли, и там все такое шептали, идут, идут, идут вот эти звери, шакалы там. И как вот какой-то образ будущего и что к чему, и как бы сказали, а что дальше, образ будущего и что дальше. И есть рассуждения, но эти рассуждения, Не то, что у меня смех вызывает, но в душе ни интуиция, ни мозг, ни сердце ничего не отзывается. Я не чувствую, что какие-то концепции, которые известные экономисты, не буду называть имен, выстраивают. Как-то это все звучит очень устаревшее. Светлана Драган тоже говорит там в какой-то степени фантастично, в какой-то степени там как-то там по-своему. Но я хотел просто рассказать со своей субъективной такой колокольни, как мне это видится. И я с чего бы хотел начать. То есть образ будущего – это не то, что такое гадание на кофейной гуще, что-то такое непознанное. Тут достаточно почитать священные писания. Там описано было много раз, в принципе, как общество строилось в разные этапы и зачем следует. То есть всякие там сайте юга. Два порой юга, три-то юга. И калий юга, в которой мы сейчас живем, даже если не вдаваться в священные писания, можно хотя бы просто посмотреть на тренды. Вот что было сто лет назад, что пятьдесят, что тридцать, что двадцать, что вот сейчас год назад, что сейчас… Ну, что к чему движется. И мы сейчас можем легко увидеть, что все движется в какой-то таком… Раньше за какие-то веру, за непонятную религию могли там убить, сжечь, повесить, расстрелять. Ну, у кого что, в зависимости от страны. Вот любое наказание варьировалось. Опция была разная для выбора. То сейчас я могу… Ну, не то, что могу, как я делал, да, я один год поизучал буддизм так плотно прям, а другой год там индуизм, третий год еще что-то есть, ислам и так далее. Никто меня не сжигает, никто меня не проклинает. Даже если кто-то мне ничего не скажет, вот ты какой-то странный. То есть, ну, все равно. Когда я перестал мясо есть 16 лет назад, и когда я там стал людям говорить такое, воодушевленное, что вот, а вы знаете, есть прошлые жизни, мы там живем не одну жизнь. Это же легко доказать. Это не то, что что-то такое. Ну, это прям элементарно. Ну, не нужно быть каким-то великим логиком, математиком и так далее. Ну, это как бы элементарно доказывается. Я когда со священниками, с хорошими разговаривал, и я им говорю, ну, вот докажите мне просто, давайте подискутируем. И у них ничего не получалось, потому что, ну, все рассыпалось. А, ну, какое-то заклинание, что надо просто верить, в Библии написано, что есть одна жизнь. Ну, в Библии много чего может быть написано, там, кстати, много чего, в том числе, нелицеприятного написано. Если этому всему верить вот так вот, как вот прям вот жестко, то, ну, мы знаем, к чему это может привести. Жесткие верования, они заканчиваются жесткой жизнью, и человек с катушек потом слетает. Тиранов никто не любит. Вот. И поэтому 15 лет назад люди еще удивляли. Сейчас ни для кого не секрет, 16 лет назад, да? Вот, когда я только как-то вот начинал. Все думали, что я умру через пару лет без мяса. Ну, как бы не умер. Вот. Сейчас мне, наоборот, говорят, что, вау, ты в свои годы так молодо выглядишь. Расскажи, как? Я говорю, откажитесь от мяса, от алкоголя, от кофе. Они такие, не-не-не-не-не. А сколько вам лет? И вы предварительно сказали, что у вас 75 лет. Ну, как-то вы чуть моложе выглядите. Сколько вам лет? Не-не, я не говорил 75. 36 лет мне. 36 лет мне, да. Вот. И поэтому достаточно хотя бы посмотреть на тенденции, проанализировать. Потом можно священное писание. То есть если копнуть в разных, ну, в священных писаниях было сказано, то есть это буддизм, индуизм, другие, что роль женщины вот раньше в древности, в древности, не буду говорить, что это какие-то средние времена или еще даже раньше, а вот прям раньше, раньше, раньше. Она была гораздо выше, гораздо более значимее. Это было что-то священное. И что мы видим сейчас, да? И что мы видим, опять же, просто если мы отречемся, ну, вот как бы не будем брать внимание религий, хотя просто посмотрим, насколько, вот статистику возьмем, вот какое-то социальное устройство, мы видим, что женщины сейчас более требовательны, более самостоятельны. То есть они в духовности, если вы откроете любой какой-то, посмотрите, духовный кружок, сайты, группы, я с этим сталкивался. У меня у самого есть духовная группа, вот, и там 99% это девушки. Молодые девушки, они работают, и семья у них, и они развиваются духовно. Они иногда спрашивают мне, Саша, почему вообще, где мужчины, почему они, ну, почему, что, ну, что с ними происходит? Это просто тенденция, такой тренд, да? Молодное слово. Вот. И, то есть если мы проанализируем, что я сейчас, за последние 10-20, там, 30 лет, мы видим, что женщины в тренде, женщины рулят, женщины развиваются, они тащат вот этих бедных мужчин, которые часто, ну, им ничего не нужно, просто работать, диван или что-нибудь, пиво, вот, шашлыки с друзьями. И я это вижу постоянно. Это один, если мы возьмем религию, как я сказал, было предсказание, много разных можно было, если там откроем Пхагавадги, то Арджуна сказал, что будет Кали-юга, и женщина будет, роль женщины будет просто ниже Плинтуса, и будут не уважать каждый день, обесчачивать каждый день, вот. И это все будет предвестником, это будет начало наступления вот этого ужаса. И я думаю, я надеюсь, мы сейчас из этого ужаса будем выходить. Вот. Это первый аспект, образ будущего, вот первый такой пунктик, да, то, что я бы хотел бы сказать. Еще почему вот Светлана Драган, мы же сейчас, все мужики, мы сейчас, ну, не то, что молимся на нее, но она вот подсознательно вызывает, не то, что какое-то уважение, но вот что-то такое вот в душе задевает, и ты уже не можешь от этого отвязаться и сказать, а что-то там какой-то бред говорит, да, я знаю, я анализировал, не все предсказания сбываются. Вот она говорила, 14-15-го будет какой-то мощный сдвиг экономический, вообще в новостях ноль, кроме там биткоина, чуть-чуть там пару слов. То есть, и не только это, но это есть сбывается, есть у нее не сбывается, есть очень круто сбывается, это все мы знаем, но дело даже не в этом, дело в том, что насколько вот она людей трогает, сколько вот эта ее душевность, эта личность, харизма, она прям влюбляет в себя в какой-то степени, вот, и не только она, да, это, я надеюсь, это все будет увеличиваться, ускоряться, и мужчины не будут уходить на второй план, потому что это бессовестная цивилизация, когда мужчины вылезли просто своим эгоизмом, который, судя по ведам, согласно ведам, в шесть раз выше женского, это то, что они сделали с этой цивилизацией, своим эгоизмом, это чудовищно. Женщины, они более к земле, более, им нужно думать, они более добрые, более честные, более спокойные, уравновешенные, то есть, ну, не всегда уравновешенные, но это опять же, мне кажется, неуравновешенность вот эта часто из-за мужчин, мужчины неадекватно себя ведут, и свою функцию почти всегда, ну, в основном не выполняют, то есть, путик номер один вот этой образа будущего, и опять же, Майтрея, то есть, было предсказание из буддизма, да, если взять, это можно долго рассказывать, но вот последнее здесь скажу, приход Майтрея, если мы откроем, опять же, там всякие разные пророчества, он будет обусловлен, то есть, первый звоночек будет, что женщинам все больше и большую роль будет, ну, в мире приобретать, и Майтрея – это новый Будда, приходит новый Будда, и в христианстве говорят новый Мессия, там Иисус приведет в других религиях, это свой, там, но суть в том, что и в буддизме, и в индуизме это называется Майтрея – новый Мессия, поэтому я его так назвал, но суть в том, что это как бы новая эпоха, кстати, юга, новый золотой век, он будет связан в том числе с какой-то личностью великой, и все пророчества, которые его касаются, там говорится, что самое главное – это вот следить, и как только роль женщины будет увеличиваться, чем больше, тем больше, и после этого будет приход Майтрея, потому что должна энергетика измениться, должна вибрация измениться, он не может прийти прям в какую-то катастрофу вокруг, когда вот это все происходит. Хорошо, это пункт номер один, я надеюсь, я в принципе так разжевал, что-то сказал. Еще, вы знаете, это к образу будущего особо не относится, но я хотел какие-то иллюзии размечать, что ли, потому что я вот знаю, вот я почувствовал, я, может быть, ошибаюсь, Владимир вот он так ждет, что Россия будет первое место, что вот ему нравится прогноз Светланы, ну, я не знаю, я просто посмотрел там какое-то видео, но мне так показалось. У меня, кстати, слышно, видно? Все нормально? Да-да, все. Я извиняюсь, просто как-то я как будто сам с собой разговариваю. Хорошо. Да, и... Влад... Да, просто... Я хотел что сказать. Поживя, я, ну, жил за границей достаточно времени и бывал в разных-разных странах, и, я знаю, есть такая фраза замечательная, нет пророка в своем Отечестве. И вот она касается, мне кажется, людей, которые долго живут в одной стране и не видели, не знают, не жили долго в другой стране и не видели совершенно другого общества. Вот для меня, в Новой Зеландии, в том числе, я очень прям счастлив, благодарен Всевышнему, себе в своей какой-то карме, может, из прошлых жизней, вот, своим родителям, ну, к всему, что меня туда привело. Почему? Потому что я увидел общество совершенно другое. Общество, где люди улыбаются искренне, общество, где меня никто в магазинах ни разу не нахамил. Общество, которое умеет извиняться, если не важно, это миллионеры. Я иду гулять, мне улыбаются миллионеры. Нет этих понтов, которые есть в Москве, извиняюсь. Я сразу скажу, что я люблю Россию, я здесь вырос, я очень много всего старался сделать для России, в том числе, я надеюсь, сейчас что-то сделаю, потому что у меня критика идет о боли, а не из-за чего-то там, вот, сейчас прям уничтожить там вот кого-то, потому что Россия, вот, когда, ну, Светлана говорит, что Россия будет таким объединительным центром, да, возможно, да, наверное, и Россия постоянно спасает. Это роль такого мученичества, какого-то спасти, когда всем плохо и все не знают, что делать, Россия встает и, как бы, говорит, все, ребят, ну, то есть, вот, русские могут, точнее, не русские, русский мир, да, точнее, вот, цивилизация могут встать, подключить в себе какие-то немыслимые, немоверные силы, которые другие цивилизации не могут, вот, и сделать то, что другие не могут, но, но вот спокойное время, не то, что, не быть в роли спасателя, а вот просто жить, вот, сделать какое-то общество благоприятное, сделать так, чтобы люди не уезжали, сделать так, чтобы люди гордились своей страной, сделать так, чтобы не было вот этих ненужных каких-то детских понтов, которые, ну, это детский сад, то есть, за границей, когда человек приезжает со своими какими-то такими понтами, неважно, миллионер, миллиардер, кто ты, что ты, то есть, это сразу воспринимается, как ты уже куда-то дружок из какого-то, ну, ты не можешь нормально общаться с тобой, уже нельзя нормальное дело иметь, когда ты с какими-то понтами вот влезаешь, что-то вот это, пытаешься доказать, кто ты, что ты, что ты сейчас лучше других, и в России, когда я приезжаю в Москву, я прям чувствую, это как будто в воздухе витает, не хочу это видеть, не хочу этого слышать, но, когда вот я сейчас летел в августе, сначала из Новой Зеландии в Сеул, все хорошо, все замечательно, но весь перелет, потом из Сеула, соответственно, в Владивосток, тоже все нормально, более-менее, и последний у меня рейс был из Владивостока в Москву, я так сел, вот так с краю, то есть у меня было, но я самый маленький, сам по себе, невысокого роста, я как бы не то, что я такой широкий, но так получалось, что я вот сидел, иногда у меня чуть-чуть выходил локоть, и вы знаете, весь самолет русских, русскоязычных, они вот все проходили и вот постоянно толкали, и никто ни разу не извинился, это не то, что я на кого-то обижен, я вообще не обижаюсь, много-много лет, я духовной практикой занимаюсь, мне я с любовью там все, но я просто оцениваю, замечаю, что насколько вот русские могут спасать, да, но быть духовным центром мира, они точно не могут, потому что, по крайней мере, в это время, им нужно какой-то очень мощный скачок, очень сильное такое преображение сделать целой нации, это невозможно сделать за один месяц, невозможно за один год, я знаю, как я сам занимался духовностью, видел духовный рост очень многих людей, сотен людей, я знаю, что это не происходит вот так, это не происходит, даже если ты пережил стресс, катастрофу, да, ты можешь вот стать резко другим, но все равно, вот это вот, тебе нужно побыть в этом, тебе нужно закрепиться в этом, даже если ты очистился морально, там у тебя такое произошло, и ты на колени уже встал, и ты там просишь о пощаде, и все плохо, и человек там очищается через эти страдания, все равно, все равно, человек, если ему резко дать, ну, вернуть его в хорошее состояние, то выяснится, что оказывается, 99% людей нифига не очистил, ничего не понял, всегда нужно закрепление, нужно полностью духовно фундамент, чтобы человек изменился, ценности, мировоззрение, убеждение, поэтому я не верю в то, что говорит Светлана, что Россия будет таким каким-то духовным центром, и то, что говорят другие пророчества, я просто, не из-за того, что я, то есть я бы хотел бы в это верить, очень бы хотел в это верить, честно вам скажу, прям, клянусь, но я понимаю, что это просто невозможно, это не бывает такого, таких чудес не бывает, к сожалению, не бывает в принципе, чудеса бывают, но так духовно люди не меняются, значит, мы не жили бы столько бы воплощений, потому что посмотрите, сколько людей живут из жизни в жизнь, мы так иначе одни и те же уроки, одни и те же уроки, одни и те же ошибки сделаем, а вот когда все плохо, просто когда мир, то есть весь мир в полном хаосе, Россия может вытащить за счет там вот этого такой вот роли спасителя, да, героинт такой временный проявить, но вот нас СССР, ну, проявили эгоизм, но опять же, вроде все нормально, нация очистилась тогда, какие были фильмы, какая была культура после войны, Великой Отечественной, как мы спасли, да, это было прям, вот, много было страданий, люди прям, люди, у всех это было, ну, в памяти, это нельзя просто так взять, и мы жили, жили, да, вроде сплотились, вот, улучшалось все, мы как бы строили, мы более добрые, друг друга стали, и все, и в итоге нашлись люди, которые предали, это не то, что из-за границы, да, это из-за границы разваливали, план Далласа, все мы это знаем, но это бы не произошло, если бы внутри не было большого такого клана предателей, которые мечтали, там, ну, оба че, мечтали, не будем в эту тему углубляться, я уже отошел, я просто хотел какие-то иллюзии, мифы развенчать, ну, не то, что плохо сделать, ну, кого-то огорчить, но давайте будем реалистами, я хочу, чтобы, потому что быть реалистом, это первый шаг, ну, к тому, чтобы сделать что-то существенное, реализм, это, посмотрите, то есть, Россия самая богатая страна мира, люди как живут, одни купаются в этих деньгах, ну, вся основная часть населения, ну, 90%, если не нищенствуют, ну, то выживают сейчас, и это, россияне не должны так жить, они, ну, просто не должны это взять, ну, другие страны, Дубай, там, Уайя, то есть, Арабские Эмираты, у них сейчас в бюджете страны нефтяных доходов это 5%, все остальное это туризм, инфраструктура, это много чего, то есть, они сделали вот этот хаб, авиахаб, они такие колоссальные деньги на этом, они деньги, вот эти вот от нефти, они вложили с умом, просто была пустыня ровная, они закупали вот эти технологии, ну, из других стран, специалистов из других стран, вот, если грамотно все это сделать, то все можно, Россия гораздо более богатая страна, здесь нет пустыни, как в Арабских Эмиратах, здесь не только нефть, здесь много чего другого, но это все имеют, я общался с детьми вот этих вот людей, которые наворовали, они живут за границей, им плевать на родину, я вас уверяю, им вообще, то есть они ни за что никогда не будут, они просто это используют, как место, где они выкачивают деньги, отправляют туда любовницам, всем, ну, сыновьям, покупают виллы, все остальное, и мы все это знаем, только это все умалчивается, вот это вот, никто почему-то этого не говорит, но это, ну, все так происходит, и образ будущего, это справедливо, вот здесь я со Стекланой согласен, то есть это такой второй пункт, это, ну, кроме того, чтобы быть реалистами, вот, и видеть, что происходит, это быть справедливыми, более, это, это более справедливое общество, вот, строить более свободное, в том числе, общество, такой пункт номер три, да, еще, вот, потому что несвободные люди, ну, они, это, это, что они сделают, вот, и, я просто, то есть, и в том числе Хайзин, когда он рассказывает про заграницу, столько много, то есть, да, ему много людей верят, да, он, в принципе, молодец, что он ведет людей, дает какую-то надежду, там, им все, но очень много вымыслов, мифов по заграницу, там, все, 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 все плохо, все уезжают, все это, все то, там, про Новой Зеландию тоже очень много мифов, про Австралию вообще, то есть, мне звонят, ну, друзья говорят, Саша, вот мы там услышали, увидели в Ютубе, что там чуть ли не садят людей за что-то, за что-то, ну, то есть, за какое-то их убеждение, не такого, и это все, очень много в России преувеличено, в том числе, ну, средства массовой информации, которые тоже, это изжиток такой, они полностью сейчас не выполняют свою функцию, вот, СМИ в России, они, это ложь на лже, даже то, что они говорят правду, это настолько преувеличено, у меня друг умер, его убили на Фидже, да, они мне звонили, хотели сделать из этого сенсацию, то есть, они попросили, расскажите, а он был алкоголиком, что он делал, то есть, почему его убили, то есть, им нужно было какой-то трэш взять, не нужно было рассказать, ну, почему, то есть, это там элементарно, ну, человек был ему должен, он был местным, очень богатый, его, ну, заказали, два человека, и он там был никто, паспорта не было, и все, то есть, ну, нашим журналистам хотелось доказать, что он, алкаш, там, каждый день пил и, ну, бухал, и что-то такое, какие-то жареные факты, и они не выполняют свои функции категорически, это должно уйти в прошлое, это не должно быть, ну, в новом времени, потому что они делают, ну, то, что я вижу, они очень, они даже правду искажают, это ложь, во лжи жить нельзя, это еще в Библии написано, то есть, и самое главное, такой, там, четвертый, пятый пункт, это, это вот эта цель, то есть, сейчас в России что, вы можете услышать, цель какая, там, ВВП увеличить, это уже 20 лет мы это слышим, МРО там увеличить, там, пенсию, еще что-то, но цель не эта, почему у нас не говорится самое главное, если вы возьмете, давайте все упростим, чтобы было яснее, да, потому что я люблю, как бы, ну, чтобы людям просто было ясно, на пальцах, вот взять семью, ячейку, да, вот говорят, что семья это ячейка общества, такая ячейка государства, возьмите семью, вот если вы опросите семью, какая у вас главная цель, что вы больше всего хотите, и вам, скорее всего, ответят, что мы хотим быть счастливыми, почему у нас, в Конституции нет такого, что государство стремится обеспечить счастье людей, почему это не провозглашено главной целью, почему у нас провозглашаются какие-то там роты, ВВП, то есть, какие-то цифры, которые к человеку непосредственно отношения не имеют, в семье, если вы, вот, допустим, у вас спросить, у ваших зрителей спросить, что для вас цель, никто не скажет, мрот там какой-то, никто не скажет, что вот у меня, даже зарплату, люди не говорят, что вот у меня зарплата, люди говорят, как бы по итогу, я хочу вот дом, чтобы там жена счастливая, дети были счастливы, никто, ну, сейчас очень мало людей, кто говорит, я хочу себе высокую зарплату, потому что в основном, люди понимают, что деньги само по себе, ну, счастье не дают, и вот у нас вот эта концепция, что как-то гонимся, непонятно зачем, за каким-то призрачным, потом эта призрачность, то есть, в государстве Бутан, там, по-моему, ну, в Бутане, там взяли исследование, сделали, и выяснили, что счастье зависит от четырех вещей, то есть, это не то, что-то такое мифическое, любое вот это вот чудеса, я, допустим, тоже на своей сфере, я фото, видео занимаюсь, IT занимаюсь, и многие люди думают, когда им, ну, показывают, что такое классное, да, мы клипы делали музыкальные, что-то такое, вот, и они думают, о, это прям, что-то какая-то магия какая-то, я говорю, нет, не магия, я могу вас этой магией научить, это вот по пунктам, и я давал курс, люди учились этой магии, делали то же самое, так, то же самое с счастьем, то есть, счастье, это не что-то такое магическое, ну, то, что нельзя пощупать, это конкретно, вот, ну, государство Бутан, и сейчас, ну, это государство, оно по международным всяким рейтингам, ну, занимает первые места, там, ну, в десятку точно входит, а то и в пятерку, по уровню счастья, оно не богатое, не то, что там, ну, какой-то с большим количеством, ну, военных баз или еще что-то, просто государство село, ну, сделало исследование, что счастье, это, оказывается, всего четыре пункта, которые нужно обеспечить людям, вот, один из этих пунктов, это самореализация, да, я вот, как бы, иду уже дальше, потому что в России очень сложно самореализоваться, ну, то есть, можно, но это сложно, потому что есть вот этот вот чиновничий государственный вот этот большой аппарат, малый бизнес там, его, чтобы развить тоже отдельная большая история, вы все, я думаю, знаете, но не все, но часть из вас, кто с этим сталкивался, они, конечно, ну, это в ужасе пребывали, вот, их с каждым годом все меньше и меньше и меньше, молодежь все это знает, вот, и я приехал в Новую Зеландию, я особо ничего не делал, но я тут же, я разбился в одной сфере, в другой сфере, я стал одним из главных волонтеров Окленда, то есть, просто приезжий человек, вот, по домам престарелых, вообще все русская комьюнити, но меня знает, и меня стали печатать в газете, я никогда журналистикой не занимался, но я имею в виду, что я стал участвовать в разных проектах, в экспедициях от русского географического общества, то есть, я в России за, там, за 30 лет, не мог всего этого достичь, вот, здесь я в Новой Зеландии, приезжий человек, я без виз, без языка особо, я там все, язык учил, визу получал, вот, я смог развиться, то есть, мне обидно, почему в России так не сделано, почему в мире так не сделано, потому что я на самом деле не то, что за Россию убью, вот, я хочу, чтобы вообще весь мир стал таким, стал мощным, стал сильным, стал духовным, стал открытым, и вот, чтобы люди не только в Новой Зеландии друг другу улыбали, чтобы не только в Новой Зеландии люди не хамили друг друга в магазинах, я в России, ну, приехал, не прошло неделю, мне уже нахамили в магазине, я ничего вообще не сделал, я спросил, где находится мед, так же, как по-доброму, я привык общаться в Новой Зеландии, на меня наехали, вы что не видите, вы слепой, вот, посмотреть, ну, да там даже хуже еще было, там, вот, еще чуть-чуть, и мат бы влетел бы в меня. В Новозеландии я знакомился, то есть у меня друзья были продавцы, то есть мы общались прям на кассе, как дела, там это, я приходил еще раз, мы еще что-то общались, это вот small talk, то есть вот, и никогда не было такого, что меня хамили, нигде в каких-то группах новозеландских писал на английском, даже если люди не согласны, если вы напишите что-то какой-то русской группе, где ваше мнение будет отличаться от других, то вы знаете прекрасно, что вы, ребята, организаторы, вы точно знаете, вы сталкивались, мы читали, наверное, свои комментарии, я не читал, но я знаю, что в группах российские откроешь, и вот это начинается, даже те, которые за границу уехали, и тогда, знаете, как говорят, можно девушку вывезти из деревни, но нельзя деревню из девушки, потому что когда люди вроде уехали в цивилизованную страну, но внутренние не изменились, они начинают, ну и там себя вести так, хотя с другой стороны, многие русские очень быстро, ну к хорошим, вот как я, допустим, привыкаем, и нам уже наоборот сложно быть в другом обществе, где эти вибрации очень низкие, как Рами Блект говорил, что Россия находится под Сатурном, и это вот ощущение такого структурности, где все сложно, где все нужно через какие-то трудности, то есть вот это вот прям ощущается, но это Рамиут, один из известных в мире топ там в 10 астрологов входит, неважно. Так, я немножко сбился с мысли, извиняюсь, то есть вот может, какие-то вопросы есть, кстати, по ходу, да. Вопрос следующий. Я, во-первых, большое тебе спасибо за такую критику, давно я такого не слышал. Я понял с твоего рассказа, что твое мнение, что Россия не может быть сейчас и в обозримом, в ближайшем обозримом будущем образцом для мира. Вопрос следующий. Спасителем точно может, точно. Это единственная страна, которая может быть. Я не оговорился. Я не оговорился. Я не о спасительной функции русских и России и нашим целым. Еще раз. Твоя точка зрения, что Россия сейчас и в ближайшем обозримом будущем не может быть образцом для мира. Внимание, вопрос. А кто может быть образцом для мира? Перечислить страны. Просто первый, второй, третий. Вот тройку. Да, Владимир, спасибо огромное за вопрос. Я жил, ну, вот, какое-то продолжительное время в Новой Зеландии. Часто был в Австралии. Алис, алис, секунду. У нас время осталось, пять минут. Поэтому просто первую страну, вторую, третью. Три страны назовут. В порядке приоритета. На первом месте, на втором, на третьем. Я могу только сказать, вот, где я точно был, да, их наверняка очень много. Но вот новозеландское общество, именно культура... Так, Новозеландия. Еще кто? Еще кто может быть образцом для мира? Сейчас и в ближайшем будущем. Но не во всем. Там тоже есть минусы. Везде есть плюсы и минусы. Алис, алис, понятно твоя позиция. Ясно, что Россия, она не вся из черного цвета, как вот мой свитер сейчас. Ясно, что она... Нет, конечно. ...цветная, как радуга. Нет, конечно. Вопрос конкретный. Кто может, твое мнение, быть образцом для мира? Сейчас, вот прямо сегодня. Какая страна? Не объясняя. Новая Зеландия, остров Бали, Бутан, опять же, тот же, который я упоминал. Вот, пожалуй, все. Да, достаточно. Александр, у меня вопросов нет. Алекса нужно поблагодарить. Очень хорошо, что он написал. Алекс, спасибо большое, на самом деле. Мы, видимо, вас не прибивали, не... А можно я еще... Да? Можно я еще расскажу, если осталось мало времени, то я... Четыре минуты. ...хочу рассказать максимально, потому что у меня рассказать много всего есть, да, это то, что я вам сказал, это начало только было, где-то одна треть примерно. Вот, еще, ну, что бы я хотел сказать, то есть, когда переход... Чтобы общество глобально перешло в новый этап, я это знаю, я сталкивался много раз. Просто так человек, вот, если взять отдельного человека или маленькое даже общество, не может измениться, то есть, вот, каким-то силой воли, еще что-то, сходить на какой-то тренинг, даже если какая-то беда произошла, это все не работает, это все быстро не меняется. Нужно и на внешнем уровне, там, люди работают над своим характером, становится добрее. Мало эффекта. Главное, это затронуть, меняться очень глубоко, то есть, глубинные духовные основы, кто мы, для чего мы здесь. И очень важно, вот, очень важно, замалчивается история Руси, замалчивается история России. Я знаю, Задорнов это очень круто рассказывал, он прям рассказал конкретный пример, как ЦРУ, МИ-6, он не шутил на эту тему, это есть в его неюмористических книгах. Есть другие источники, просто не хочу сейчас времени мало рассказывать. Мой брат, моего родного дедушки, он в советские годы ездил на раскопки, они просто завод хотели сделать, такой новый, а-ля БАМ. Они копали-копали, докопали из-за славянского города, древнего приехала КГБ, отцепила всех выгодно. Надеюсь, меня сейчас за это не посадят. Но суть в том, что это все до сих пор скрывается. Только раньше занималась КГБ, скрывала, сейчас скрывают это ЦРУ, МИ-6, Штази, вот, и что они от нас скрывают? Вот это, я Задорнов чувствовал, я чувствую, это многие чувствуют, это очень важно, открыть вот это, что это за тайна, почему это грипп секретно много-много лет, какую историю великую они от нас прячут, что опять, ну, то есть, вот это очень важный пункт, это раз. Во-вторых, только через духовность, вот, допустим, если вы общались с истинными, ну, с истинными буддистами, я не буддист, я не то, что там, ну, что-то, ну, пытаюсь кого-то сагитировать, я просто видел, да, знаком с разными людьми, я сравню, но те люди, которые глубоко изучали буддист, которые живут этим, они не могут сделать плохо другому человеку, потому что их, вот, внутри существа, они знают такие законы, но глубинные, которые не позволяют им, ну, что-то делать плохо, поэтому они всегда на позитиве, даже негатив, они воспринимают, как, о, классно, эта карма закрылась, будет другая карма, и эти люди изначально, они прям сильные, духовно сильные, если вы с истинными буддистами общались, будете общаться, вы это, вы эти, не показны, не то, что там, два дня назад, он буддин, до этого был там, этот, из другой, а вот именно такими многолетними буддистами, они внутренне очень сильные, и такие люди, вот, должна быть новая философия, мира, должна быть новая идеология, буддистская, это будет еще какая-то другая, но только на этом основе можно будет видеть образ будущего, цивилизованный, это вот, свобода, равенство, братство, то, что говорил Светлана Драган, потому что все остальное не будет работать, даже если у нас будет мощный большой катаклизм, это будет только временно, если, ну, Светлана говорит, что у нас будет их много, может быть, за счет этого, то, что это длительные такие испытания, но все равно, то есть мне бы хотелось бы, чтобы люди менялись глубоко, внутри, вот это основание бы сильно изменилось, потому что я знаю, на примере многих людей, на примере себя, что только это делает человека, может сделать человека нравственным, изменить его морально-культурный такой код, вот, все остальное, оно не работает, вот эти тренинги, все какое-то временное изменение, силы воли, еще что-то, это какие-то читать что-то, каждый день какую-то, ну, делать технику, то, что, ну, сейчас можно в Инстаграме, это не работает, а людям нужно открыть правду, открыть правду про Древнюю Русь, открыть правду про Библию, опять же, она вырезана, открыть много духовных правд, которые от нас скрывались, и когда эта правда откроется, скорее всего, тогда все общество, мир, ну, не все, но постепенно это будет очень глобальное, именно внутри изменение, и за этим изменением внутри, это будет как раз-таки мощное внешнее, это будет на самом деле устойчивое, это будет на самом деле изменение, это будет на самом деле будущее, то будущее, которое мы хотели бы, ну, я хочу, мои друзья хотят, потому что все остальное, вот это, что-то вот люди гадают, это сейчас экономика, ну, Хазин говорит, что регионы будут делиться, И вот это новый Бреттон Вудс, там еще что-то. Это все... Зачем эти... Это косметический ремонт, да. Алекс, все, мы вынуждены тебя поблагодарить. У нас сейчас следующий эфир, нас уже ждут люди. Я думаю, что мы еще с тобой встретимся и продолжим этот разговор. Спасибо. Спасибо. Намасте. Тем более, если у меня большая проблема, под своим видео, пожалуйста, посмотри, если у тебя будет возможность, конечно, и время. Но это лучше сделать. Комментарии, которые будут под твоим видео, с тем, чтобы у нас когда будут следующие эфир, мы в том числе ответили на те вопросы, которые в комментариях слушатели оставят. Там комментарии будут обязательно, я в этом просто уверен. Спасибо огромное. Давай назовем тогда видео. Квинтэссенция услышанного. Россия не может быть образцом для мира. А почему нет? А, там меня сейчас все туда поругают, уничтожат, скажут, а все, ты русских не любишь, ты там диссидент какой-нибудь. Алекс, 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 давайте так. Мы хотим, чтобы ваше видео увидело как можно больше людей. Поэтому название должно быть соответствующее. То есть, на что его человеческое сердце откликнется. Поэтому Владимир Викторович у нас большой мастер в плане составления этих названий. Правильно? Хорошо. Поэтому Владимир Викторович, мы доверим ему, он правильно все составит. Я так и назову Россию. Алекс правильно говорит. Ну вот смотрите, пройди по Москве. Ты видишь, что женщины не улыбаются. Все, это индикатор. Если женщина не улыбается, значит, что-то не то. Алекс, все, прощаемся. Жмем тебе руку на свет. Алекс, спасибо огромное. Спасибо вам, слушатели, дорогие. Женщины должны быть счастливы. Не забываем подписываться на наш канал. Благодаря вашей помощи сможем встречаться с такими замечательными людьми, как Алекс из Новой Зеландии. Алекс, всего доброго, счастливо. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok